Всем привет! Меня зовут Амир Уэтман, я президент Клуба Молодых Бизнесменов. И я вам расскажу о пяти способах, как преодолеть страх публичного выступления. Способ первый. Наверняка каждый из вас чувствовал, как коленки его подкашиваются, мысленно это страшно, он начинает сутулиться. И так хочется избавиться от этого ощущения. Представьте на секунду, что на вас тяжелая генеральская шинель. А еще она намочилась во время сильного дождя. И вам тяжело, и она прямо вам давит. Сделайте такое действие. Расправьте плечи, освободите себя от этой шинели. Почувствуйте себя свободно и легко. И таким образом вам станет намного легче, и страх будет уходить. Способ второй. Есть упражнение, которое поможет вам намного легче себя чувствовать, когда вы будете что-то говорить. Поработайте мышцами лица, двигайте полностью все мимики, которые у вас есть. Ну, например, посмотрите на меня. Вы начинаете двигать полностью любые действия, которые помогут вам расслабить мышцы лица. Также существует движение нижней челюстью рта. Это вам очень поможет. Где-то минуты 2-3 поделайте, и увидите, как вам станет намного легче. Способ третий. Сделайте какие-то упражнения легкие. Ни в коем случае не перебарщивайте, потому что вы спотеете перед выступлением, и вам будет очень комфортно. Какие упражнения? Ну, например, вы можете руками в разные стороны. Вы можете поприседать. Также дыхание. Подышите. Дыхание не должно быть быстрое, а наоборот медленно. Успокойте себя. Так как сердце ваше бьется, колотится, оно должно хоть чуть-чуть успокоиться. Для этого дыхание, например, спокойное нососало. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Способ 4. Представьте, что может случиться самое плохое во время выступления. Ну, конечно же, не начнется же землетрясение, либо не упадет метеорит. Но не умрете, в конце концов. Ну, самое худшее, но не получится у вас выступить так, как вы хотели. Сделайте вы для себя какие-то выводы. Поработайте над ошибками. Ну, и в следующий раз выступите намного лучше. Расслабьтесь. Не думайте о том, что это, ну, конец света. И здесь нужно что-то срочно решать. Нет. Выйдите, выступите, сделайте для себя выводы. И вперед, дальше. Способ 5. И самое важное. Друзья, если вы хорошо подготовитесь, прекрасно будете знать, о чем вы будете говорить, как вы будете говорить. А еще самое лучшее, если вы придете на то место, где будет проходить ваше выступление, и попробуйте, ну, для примера, пройтись по сцене, поговорить с аудиторией, вы будете себя чувствовать намного увереннее и лучше. Поэтому, друзья, готовьтесь к выступлениям. Пообщайтесь с теми людьми, которые уже выступали, либо выступают, и у них есть огромный опыт. И вам будет намного легче. Это я вам гарантирую. Поэтому, друзья, готовьтесь, готовьтесь, и еще раз готовьтесь к своему выступлению. И тогда вы для себя решите, как лучше впечатлить аудиторию. Все эти 5 способов, о которых я вам сказал, и вы будете использовать, вам будет намного легче выступать, и вы перестанете бояться. Ну, а самое важное. Я вам желаю получать удовольствие от ваших выступлений. Покорите всех людей вашим красивым и ярким выступлением. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь со своими друзьями.